Привет всем! То, что полупроводниковый светодиод может светиться, а на свету может вырабатывать ток и может быть использован в качестве фотодатчика, я думаю, знают многие. Потому как светодиод это диод, а любые полупроводниковые приборы при облучении их определенным спектром, может быть ультрафиолетовым светом, а может быть просто солнечным светом, вырабатывают электричество. Да, и это свойство стоит знать и можно использовать. Многие в своих самоделках уже используют светодиоды в качестве датчиков света. Но кроме светодиодов, полупроводниковыми свойствами обладают и вот такие газоразрядные приборы. Например, вот такой вот терротрон. Он тоже полупроводник, он является газовым диодом, и в одну сторону он проводит хорошо, а в другую плохо, как обыкновенный диод. И логично предположить, что такой газовый диод может обладать полупроводниковым свойством обратимости. То есть, если на него подавать напряжение, он светится, а если его освещать, то он начинает выдавать ток и напряжение. Именно этот эксперимент мы сегодня и проведем. Но проведем его не с терротроном, а с вот такой вот необычной и довольно редкой лампочкой, которая является мал-мало опасной. Да, вот такая неоновая лампочка, она радиоактивна. И для того, чтобы она зажигалась от более низкого напряжения, к примеру, от 35 вольт, в нее добавлен радиоактивный изотоп, который ионизирует газ внутри колбы этой лампы. И несмотря на то, что производитель заверяет, что за стеночки стекла эта радиация не выходит, пользоваться такими лампочками стоит крайне осторожно и крайне аккуратно. Вот сегодня мы проведем эксперимент по получению электрического тока и по выяснению возможности использования вот такой вот лампочки в качестве фотодетектора. Ну и, конечно же, тока получения из нее. Но прежде чем мы будем работать с вот такой вот опасной радиоактивной лампочкой, давайте вспомним мой старый эксперимент, в котором я с помощью газового диода, а точнее с помощью вот такой вот неоновой лампочки, получал достаточно большие напряжения и небольшие токи. Да, это обыкновенный газоразрядный индикатор неоновый, который светится оранжевым цветом при подаче напряжения. Но мы сейчас будем получать из него электричество. Что ж, давайте подключим его к прибору. Прибор мы подключим на измерение напряжений и подадим свет на этот вот индикатор. Когда луч попадает прямо в линзу индикатора, можно видеть достаточно сильное изменение напряжения. Давайте я постараюсь попасть вот так вот максимально и получить максимальное значение. Если мы будем использовать дневной свет, который содержит больше ультрафиолета, то значения могут оказаться гораздо больше. Давайте ультрафиолетовым светодиодом посветим в эту неоновую лампочку. Прибор буквально зашкаливает. Посмотрите, какие значения можно получить, если мы будем освещать эту неонку солнцем. Ну или же ультрафиолетом из вот такого вот светодиода. Это просто ультрафиолетовый фонарик. Обычный фонарь ультрафиолета содержит достаточно мало в своем белом спектре, но при этом видно, что на него тоже неоночка реагирует. В качестве фотодетектора такие неоновые лампочки я уже использовал и такие самоделки показывал. Ну а мы же перейдем к интересному моменту. Мы возьмем нашу радиоактивную опасную лампочку и попробуем получать электричество с ее помощью. Тут нам еще важен знак. Обратите внимание, что сейчас у нас значения положительные на шкале прибора. Но как только мы начинаем освещать эту неоновую лампочку, эти значения переходят в отрицательную сторону. И это зависит, между прочим, от той стороны, на которую мы светим. То есть эта лампочка имеет двустороннюю структуру и когда мы выбиваем электроны с одной пластиночки, мы заставляем эту лампочку работать как батарейка одной полярности. А когда с другой стороны пластиночки, то другой полярности. Давайте проведем этот опыт, не выходя на свет божий, но просто посветив вот таким вот ультрафиолетовым светодиодикам. Мы получили положительные значения. Теперь я быстренько переверну эту лампочку, постараюсь сделать все это максимально быстро. И посветим с другой стороны. Мы получили отрицательные значения. Минус, я думаю, на экране хорошо видно. То есть в данном случае наша лампочка сыграла не только роль фотодатчика, а еще роль небольшого маломощного генератора электрического тока и напряжения. Это электричество, которое можно получить от неоновых лампочек, легко можно собрать в какой-нибудь ионистор или конденсатор до последующей утилизации или использования в полезных и корыстных целях. Ну а на этом все. Пока вот такое оно радиоактивное электричество из вот таких вот неонок.